МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии номер 13 Дмитрия Нецкина снова оказалось в суде. Теперь в Верховном. Он добился изменения приговора. История началась еще в 2013 году. Тогда он воплотил в жизнь преступный план, который приносил ему хорошие доходы, получение взяток. На счету полковника внутренней службы пять преступных эпизодов. Меньше чем за год, с ноября 2013 по сентябрь 2014 с помощью незаконных вознаграждений ему удалось пополнить свои карманы на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Взятки ему передавались, запашив спецодежды и реализацию готовой продукции. При этом сумма отката составляла до 20% от стоимости одного комплекта. Информация о дополнительном заработке Нецкина все-таки дошла до правоохранительных органов. Начальника колонии сдала его же заместитель. Женщина, которая в некоторых случаях была посредником при получении взяток. И он оказался под контролем ФСБ. Осенью 2014 года Нецкин договорился о получении очередного отката. Как только пачка меченых купюр, принесенной замом, оказалась в служебном кабинете, начальника колонии задержали. Напомним, 26 апреля 2016 года Зубовополянский районный суд приговорил экс-начальника исправительного учреждения к 11 годам колонии строгого режима. Также по решению Фемиды он был лишен специального звания полковника внутренней службы. И был обязан выплатить штраф в доход государства в размере 50 миллионов рублей. Это решение Дмитрий Нецкин обжаловал и добился смягчения приговора. Правда, только в размере штрафа. Его Верховный суд снизил с 50 миллионов рублей до 15. В остальной части приговор бывшему начальнику ИК-13 оставлен без изменений. И теперь вступил в законную силу. Дарья Аберясева, Андрей Просвиркин. Происшествия. 10 канал. В новом году злоумышленники изобрели новые способы мошенничества. Сразу после праздников сотрудники нескольких коммерческих организаций Саранска получили по электронной почте письма с угрозами. Исходят они якобы от агрессивно настроенного бандеровца, который хочет навредить гражданам России. Но специалисты отдела КАР Республиканского МВД уверяют, что это всего-навсего шантаж. Реагировать на который нужно лишь одним способом – обратиться в полицию. Я считаю из своей практики, что это, скорее всего, люди, находящиеся в местах лишения свободы. Таким образом глумятся после Нового года. И, как я говорю, большая часть из тех страстей, что вам описано, они нереализуемы в принципе. А другую, остальную часть, можно в принципе так же отбить, либо не воспринимать всерьез. То есть нужно к этому подходить как к простому, банальному, низкопотребному шантажу. Обращайте правоохранительные органы, лучше через интернет-приемные. И, соответственно, дальше уже за дело возьмутся профессионалы. В своих письмах автор в грубой форме требует перечислить на анонимный счет 14 тысяч рублей. Сумма выбрана потому, что это максимальный разовый платеж во многих системах. В противном случае шантажист грозится серьезно парализовать деятельность организации и подробно перечисляет, какими способами будет это делать. Например, переведет на расчетный счет платежи с незаконными назначениями, типа за наркотики, что приведет к блокировке банковских счетов организации. Но малообразованный мошенник, видимо, не знает, что за подобные перечисления блокируют счета не получателя, а отправителя. Испортить годовую отчетность злоумышленнику тоже не удастся. Вся годовая отчетность, по крайней мере, в Мордовии, она направляется в электронном виде посредством удаленного доступа. Соответственно, подписывается электронной цифровой подписью. И упомянутые в тексте ДИДОС атаки невыгодны в первую очередь самому хакеру, так как обойдутся ему гораздо дороже — 14 тысяч рублей. Максимум, чем могут напакостить подобного рода хакеры, это прислать письмо с вирусом, который зашифрует всю информацию на компьютере. Но чтобы этого не допустить, надо всего лишь внимательнее смотреть на входящие письма, прежде чем открывать их. В данном случае просто нужно людям, кто данное письмо получил, провести определенный аудит своей компьютерной защиты, безопасности, да, и быть более внимательным к получаемым письмам. Людмила Чекал, Александр Гурьянов, Происшествие, Десятый канал. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного следователя Мордовии. 471-169. Круглосуточно. 105,5 и 6FM 105,5 и 6FM Милицейская волна Круглосуточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЖАРНАЯ ОХРАННУ, Город Сыро. Что случилось? ВОЗГЕРКИЙ ВСТРЕЛКИ КОНЕЦЕЙСКИ КОНЕЦКИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok